Также под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам наращивания объемов заготовки, переработки и экспорта плодовощной продукции. Развитие аграрного сектора играет ключевую роль для устойчивого экономического роста и продовольственной безопасности Узбекистана. Сельское хозяйство традиционно является одной из ведущих отраслей экономики страны, обеспечивая занятость значительной части населения в сельских районах. Узбекистан обладает благоприятными природно-климатическими условиями для производства сельскохозяйственной продукции. Развивая аграрный сектор, страна удовлетворяет не только внутренний спрос, но и последовательно наращивает экспортный потенциал, укрепляя свои позиции на международных рынках. А внедрение современных технологий в отрасль, таких как капельное рашение, цифровизация и инновации в селекции, позволяют повысить продуктивность, рационально использовать природные ресурсы. Это особенно актуально в условиях изменения климата и необходимости оптимизации водопользования. Развитие аграрного сектора, как не раз отмечал президент, способствует улучшению социально-экономической ситуации в регионах, сокращая показатели бедности, повышая доходы людей, обеспечивая устойчивое развитие сельских территорий. Инвестиции в сельское хозяйство, программы поддержки фермеров и владельцев приусадебных хозяйств, кооперация между государством и частным сектором. Все это формирует основу для прогрессивного и конкурентоспособного аграрного производства. И наращивание объемов заготовки, переработки и экспорта плодовощной продукции имеет стратегическое значение для экономики Узбекистана. Развитие цепочки производства, переработка, экспорт способствуют не только увеличению доходов, но и созданию новых рабочих мест. Именно переработка играет ключевую роль в минимизации потерь урожая и увеличении добавленной стоимости продукции. Инвестиции в современные технологии переработки, хранение и логистику позволяют не только повысить конкурентоспособность узбекских товаров, но и обеспечивать их доступность на экспортных рынках круглый год. Развитие этой сферы, уверен президент, это не только путь к укреплению экономики, но и стимул для внедрения инноваций, повышения качества продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны. Сегодня под председательством президента Шавката Мерзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам наращивания объемов заготовки, переработки и экспорта плода овощной продукции. Обсуждены вопросы использования приусадебных участках, земель вдоль дорог, полей и вокруг каналов и коллекторов для выращивания продовольственных высокодоходных культур. Глава государства отметил, что ранее 260 тысяч гектаров земель, занятых хлопком и зерном, были выделены для выращивания продовольственных культур. А вчера было разрешено выделить еще 104 тысяч гектаров. Экспорт продовольственной продукции вырос на 370 миллионов долларов или в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом и превысил 2 миллиарда долларов. Узбекистан занимает третье место в мире по экспорту абрикосов, в шестое, седьмое место по экспорту вишни и персиков, а также вышел на десятое место по экспорту маша и других дукатных культур. Только черешни экспортируются в 16 стран. Еженедельно 3-4 тонны винограда поставляются в Соединенные Штаты Америки. Экспорт вырос в Кыркалпакстане и Джизаке в 2,2 раза, в Хорезме в 1,8 раза, а в Сурхандарье в 1,6 раза. Но наряду с положительными результатами президент отметил, что хакимы в некоторых областях и районах, а также их заместители по сельскому хозяйству, не организовали работу должным образом, из-за чего не видно значительных изменений в объемах производства и экспорта. Отмечено, что в Кашкадаринской, Новоийской и Ташкентской областях, несмотря на наличие гораздо большего количества земель, рост вообще не соответствует их возможностям и условиям. Экспорт в Бухарской и Сырдаринской областях не достиг уровня прошлого года. Кроме того, в 64 районах экспорт снизился по сравнению с прошлым годом. Причем в 17 из них он составил менее 50%. Хакимы были предупреждены о том, что должны учитывать сложившуюся в мире тяжелую ситуацию и ежедневно искать новые возможности для повышения эффективности работы. На совещании критически рассмотрена ситуация с посевами по краям полей. Например, в Каркалпакстане не используется 2100 гектаров, в Фергане – 1200 гектаров, в Самарканде – 826 гектаров, в Бухаре – 784 гектаров, в Кашкадаре – 247 гектаров земель по периметру полей. В некоторых местах фермерам продавали некачественные семена, а предоставляемые средства защиты растений не соответствовали требованиям. В связи с этим Министерству сельского хозяйства и агентству по карантину и защите растений поручено совместно с хакимами областей, экспортерами, опытными кластерами, кооперациями и фермерами разработать новую систему работы с семенами, саженцами, средствами защиты растений и удобрениями для продовольственных культур. Президентам было отмечено, что и число предпринимателей, эффективно использующих земли по периметру полей, растет. Например, фермерское хозяйство в Асаке посадило 10 тысяч шелковичных деревьев, тополей, виноградников на трех гектарах вдоль полей и спустя пять лет получило доход в размере 700 миллионов суммов. Предприятие Самарканд Кулупнай бесплатно раздало 3 миллиона саженцев вишни 6,5 тысячам жителей Кушрабада, Джамбая и Булунгура для посадки вдоль полей. До конца года земли, а это 650 тысяч гектаров по краям полей и участки, выделенные жителем, 364 тысячи гектаров будут закреплены за экспортерами-предпринимателями. Теперь за посадку высокодоходных культур на приусадебных участках вдоль дорог, на краях полей и вокруг каналов коллекторов будет отвечать агентство карантина и защиты растений. Также было подчеркнуто, что спрос с областных хакимов по этим вопросам будет строгим. Отмечено, что для граждан, фермеров и кластеров, активно занимающихся этим направлением, будут предоставлены значительные льготы. Фермерам, эффективно использующим земли по краям полей, будут начислены дополнительные баллы в рейтинге предпринимателей. Им предоставят бесплатный внутренний фитосанитарный сертификат сроком на один год. Оплату земельного налога для фермеров разрешат распределить на два года. Кредиты до 100 миллионов сумм по программе «Семейное предпринимательство» будут выдаваться в упрощенном порядке. Кроме того, учет земель по периметру полей, выращиваемой продукции и объемов урожая будет вестись через портал Ефито. Также было подчеркнуто, что в каждой махале необходимо обеспечить выдачу саженцев, лимонов и винограда как минимум 100 домохозяйствам. По инициативе жителей, вдоль улиц и многоквартирных домов нужно посадить не менее 10 миллионов кустов винограда. На основе опыта Сайху Набада в 4 махали каждого из 164 сельских районов поставят мини-технику. Люди, оказывающие услуги с помощью мини-тракторов, будут считаться самозанятыми, а для покупки отечественной техники им предоставят кредиты до 30 миллионов сумм без залога. Было отмечено, что переработка фруктов и овощей в республике Кыркопакстан, Новоийской, Хорезмской, Сырдаринской, Джизакской области находится на более низком уровне, чем в среднем по республике. В районах Ангор, Узун, Хазарас, Ханка, Улугнор и Кигейли вообще отсутствуют мощности для переработки фруктов и овощей. Подвергнуто критике то, что привлеченные средства международных финансовых институтов остаются неиспользованными, а некоторые регионы не предоставили ни одного проекта. Ответственным лицам поручено сформировать портфель проектов для эффективного использования этих средств и начать их реализацию. Для обеспечения круглогодичного экспорта планировалось создать системы шелковой заморозки в 51 районе. Однако из 76 предпринимателей, которые выразили намерение реализовать такие проекты, земельные вопросы до сих пор не решены для 20 из них. Министерству сельского хозяйства поручено запустить в следующем году на полную мощность 76 таких проектов. В период созревания и западения цен в Сурхандаринской области остались не собранными до конца урожаи капусты и свеклы. В Кашкадаринской, Джизакской и Сырдаринской областях арбузов было подчеркнуто, что избыточный урожай можно перерабатывать сушеные фрукты и пищевые добавки. Экспортировать, ведь на них существует высокий спрос на предприятиях пищевой промышленности. Отмечена важность запуска в следующем году 50 проектов общей стоимостью 100 миллионов долларов, связанных с шоковой заморозкой и производством пищевых добавок. Также разрешено строительство на площади до 20 соток в промышленных садах и виноградниках небольших морозильных камер, а также цехов для сортировки и упаковки. Ответственным лицам поручено определить места для таких цехов в интенсивных садах и начать работу в районах с целью создания в следующем году мощности для хранения 500 тысяч тонн продукции. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 10 агрологистических центров общей мощностью 57 тысяч тонн и холодильные склады на 230 тысяч тонн. Хакимам областей поручено организовать до конца года 14 тысяч гектаров, а в следующем году 29 тысяч гектаров промышленных интенсивных фруктовых садов и виноградников. Кроме того, в Курган-Тепе будет подготовлено 300 гектаров, в Ферганском районе 200 гектаров, в районах Пап-Янги-Курган и Ахангаран по 100 гектаров промышленных интенсивных садов и виноградников, которые будут переданы предпринимателям в готовом виде. Агентством технического регулирования и карантина растений поручено разработать отдельные технические стандарты для каждого вида плода овощной продукции, отправляемой на экспорт. В настоящее время органическая сертификация имеется всего на 3900 гектарах земли в 10 районах страны. На мировом рынке органическая продукция стоит в 2-3 раза дороже традиционной. Например, предприниматель из Нукусского района выращивает органические томаты на 50 гектарах, сушит их и экспортирует в Европу по 6 долларов за килограмм. Для сравнения, традиционные томаты стоят менее 1 доллара. Компания из Ташкента выращивает органические маш, фасоль и арахис на 400 гектарах земли вблизи водохранилищ Катакурган и Чимкурган. Поставлена задача увеличить площадь органических земель до 10 тысяч гектаров в 2025 году и до 100 тысяч гектаров в течение следующих трех лет. Фермерам, создающим органические участки, государство компенсирует расходы на выравнивание земли с помощью лазера, субсидирует затраты на получение сертификатов, таких как Organic, Global Gap, Halal и Cashier, а также организует отдельные прилавки для органической продукции в крупных торговых сетях. На видеоселекторе было отмечено, что теплицы, перерабатывающие цеха и холодильные склады, находящиеся на балансе банков, приходят в негодность при длительном бездействии. Для решения этой проблемы предложено передать такие объекты опытным предпринимателям в доверительное управление на три года. В случае успешной работы им будет предоставлена возможность выкупать данные объекты в рассрочку за 10 лет. Узбекистан впервые организовал экспорт черешни, персиков и абрикосов через отдельные прилавки в крупных торговых сетях Амана. Поставлена задача распространить этот опыт в Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Сингапуре, Южной Корее, Японии и странах Европы. Для поддержки таких инициатив прозвучало «Будут компенсированы затраты на проведение торговых ярмарок в указанных странах». На совещании было отмечено, что до сих пор в ряде случаев наблюдаются препятствия, создаваемые хакимами для предпринимателей из других регионов, занимающихся экспортом. В результате готовые к экспорту предприятия, имеющие покупателей и финансовые средства, остаются без продукции. С целью устранения таких искусственных барьеров объявлено о внедрении системы, в которой в фитосанитарных сертификатах обязательно будет указываться регион, где была выращена продукция. Это позволит экспортерам избежать дополнительных сложностей. Ответственным ведомствам поручено интегрировать базы данных, таможенных и карантинных служб для обеспечения эффективной работы новой системы. Помимо основных вопросов повестки дня, президент также затронул тему охраны окружающей среды. 21 октября этого года, напомним, глава государства ознакомился с презентацией проектов по переработке бытовых отходов, производству электроэнергии и продукции из них. Лидер страны особо подчеркнул социальную значимость проектов. Это не просто заводы, а один из судьбоносных вопросов. От этой сферы зависит и пригодность наших земель, и вод, и здоровье населения, и чистота воздуха, и стабильность энергетики. Если отходы будут правильно собираться и больше перерабатываться, улучшится экологический баланс, природа станет чище, изменится общество. В этот день лидерам страны было поручено сделать эти проекты образцовыми и увеличить их количество в регионах. Сегодня ответственные руководители доложили о том, как обеспечивается ускорение реализации проектов по переработке отходов в Андижане, Джизаке, Наваи, Намангане, Самарканде и Ташкенте на сумму 1,3 миллиарда долларов. Был проведен также анализ уровня организации работы в рамках национального движения «Яшилмакон» по охране окружающей среды в регионах. Даны соответствующие указания. Говоря о значимости данного общенационального проекта, Шавкят Мерзиёев подчеркнул, что все государственные организации и учреждения должны проявить инициативу и личный пример в этой благородной работе. Это в первую очередь позвучало касается строительных организаций и компаний. И глубоко символично прозвучало, что следующий 2025 год объявлен нашей стране годом охраны окружающей среды и зеленой экономики. А значит, еще больше задач и программ будет реализовано. Кроме того, были рассмотрены вопросы усиления ответственности министров, хакимов и руководителей отраслевых структур по обеспечению безусловного выполнения всех поручений и совершенствованию системы контроля. На совещании также заслушаны отчеты руководителей министерств и ведомств, отвечающих за сельское хозяйство, а также мнения предпринимателей.